Мы продолжаем переводы книги Диршу и частично книги Диршу и в основном больше Шухонаруха и Бергейтеф. И сегодня мы дошли до главы 191. Здесь в основном законы, которые к нам особенно не относятся, написано, что работники, которые работали на Балаба, им вообще не требовали от них полный беркат Амазон. Делали для них специальное исключение, чтобы не занимать время Балаба, это чтобы они быстрый беркат Амазон делали, короткий вариант. То есть Бреху первую они делали как обычно, а вот вторую и третью они комбинировали. И потом четвертую Бреху не делали вообще. И это все, если они получали награду за свою работу. Но если они работали только чтобы получить еду, тогда местам, да, раз включается еда в их работу, то тогда они могли и беркат Амазон сделать нормально. А сегодня все это не относится. Сегодня считается, что Балаба нас прощает. И также если хозяин, кстати, с ними ел, то тоже они делали все брохи вместе с ним. И вот последний закон, он действительно для нас важен. Нельзя делать работу, пока делаешь беркат Амазон, нельзя ничего другого делать. Иначе бы разрешили просто беркат Амазон читать работникам полностью и при этом делать свою работу. Большинство работ, которые они делали, собирали виноград, например, или там вбивали гвозди какие-нибудь, строили здания. Это все можно было бы делать юридически пока бенчаешь. Значит, наверняка нельзя, как говорится, как говорит Амуда отсюда учиться, Иерушау не учат, что, значит, нельзя делать работу, когда бенчаешь. Поэтому пришлось укоротить их беркат Амазон. И, соответственно, вот этот закон для нас важен. Мы сейчас увидим, что Баргетив напишет на этот счет. К первому параграфу он просто пишет, что они так же не делали зиму, работники в те времена. А насчет того, что говорится, что нельзя ничего делать, он пишет, афилу ташмишкалиасу, даже маленькие какие-то простые вещи нельзя делать. Так же, говорят, другие митвы, пусть человек не делает, одновременно занимает чем-то другим. Что это как будто показывает, что человек не концентрируется на митвы, а делает это автоматически. И Хазаль так учат, что Они в том числе учат, если будете ходить со мной в митвах, Это вот то, что описывается в конце книги Вейкрат, когда говорится, что если вы будете ходить со мной в митвах, то есть сложный вопрос, что значит керри в данном контексте. Но вот одно из объяснений здесь, что это Дерехмикре. Это, конечно, не простой обшат в данном случае. Может быть, Дерехмикре включает, что человек не верит, что Всевышний управляет миром, и говорит, что все происходит случайно. Это было бы более по контексту понятно. Но о том, что человек будет делать работу в Вейкрат Амазон, вряд ли будут такие наказания сильные, как описаны в главе Беху Котай. Но имеется в виду, видимо, заодно они драж, так сказать, асмахту нашли, что не делать митвы Дерехмикре. Он говорит, что также нельзя заниматься Торой в это время. То есть заниматься Торой, одновременно молиться, скажем, да. Бывают какие-то части молитвы, которые, кажется, человек легко может автоматически произнести. Там Алейна, например, и при этом читать какой-то отрывок Талмуда, скажем так, вот так делать не следует. Дершу здесь приводит имени Бен Ишхая, что Ташмешкаль, да, маленькие даже вещи, которые нельзя делать, когда человек бенчает примеры, скажем, вытирать руки, хотя есть мнение, что можно вытирать руки во время Брохи Нитилот Ядаем, или Брохи Ашир Яцар. Они говорят, что они приводят это в другом месте. Вот, одеваться в этот момент, махать веером от жары, подмигивать глазами, пальцами что-то показывать. Говорит Кавахаем, что также нельзя со стола убирать во время Бриката Амазона и тому подобное. А можно ли говорить Бриката Амазона, когда человек в пути, то есть идет и в этот момент делает Брикат Амазон? Говорит, для Атхила так нельзя делать, мы уже читали об этом, что даже путники желательно, чтобы остановились. А потом они заодно описывают в других местах молитвы, например, можно ли складывать талит, пока читаешь Ширшильем? Он говорит, что это не проблема. От имени Симлад Хаим, это Равхаим, Йосиф Хаим Зоненфолд, по-моему. Но есть и те, кто спорят с этим тоже. Он пишет, что Бен Ишхай, например, запрещает, даже когда делаешь Ширшильем, дадим в этот момент вытирать руки. Окей, еще одну главу сделаем. Один из них предлагает другим благословить того, чью пищу мы ели. Благословен, чью пищу мы ели и по чьей милости мы живем. Он тоже это должен повторить. Всего четверо, это связано из Геморы, что если есть четверо или больше, то можно ему пригласить их, как приглашают во время Борху в синагоге. То есть он говорит Борху, а не Варых. Ага, да, так как есть трое, кроме него. А валь йотертов, ламар не Варых. Но все равно лучше сказать не Варых, потому что таким образом ты включаешь себя в общину. И, кстати, когда Борху говорит тоже, когда он говорит а Миварах, это подобное не Варых, что он сам тоже говорит, что Всевышний благословляем, благословлен. Что лучше, если он вместе с ними будет. Поэтому лучше сказать не Варых. Теперь если есть десять, тогда Зимун делается с именем Всевышнего. И так далее. Он говорит, что ламет здесь не нужен. Говорит, не Варых Элокейну, а не не Варых Лейлокейну. На самом деле это не так уж пошут. Так Тософот считает. И почему постановил так Рабь Йосиф Кару, я не знаю. Потому что на самом деле есть решение, которые с этим спорят. И он не привел вообще даже их мнение. И, кстати, в Зугаре тоже выглядит, что Ле Лейкейну. И хотя Тософот говорит, что так мы нигде не находим, на самом деле Рабруй Маргулис нашел и в Танахе примеры. Пример такого типа, что благословляет Ле Всевышнего. То есть ламет шаих сказать к имени Всевышнего. Но в таком случае обычае, без сомнения, сегодня у Сифарди Машкиназьму все говорят, не Варых Элокейну, а не не Варых Лейлокейну. Убеньши я сара, умео, элэ, фориво. Теперь неважно, сколько людей. Десять или десять тысяч. Кахэм и бархим. Все равно нусах одинаковые. То есть не сделали особый нусах, когда людей больше, чем десять. Например, сто или тысяча. Есть мнение, что таки другой нусах Зимуна. Чем больше, тем больше имен Всевышнего упоминается. Гашэм Элокейну, Гашэм Элокейну, Элокей Исраэль, Йошэв Акрувим. Но у нас нусах, у нас обычае, что мы всегда делаем только Неварых Лейлокейну. Кахэм и бархим. Вихо ля мишане. Мизэ а нусах, кигон шоумер Неварых, аля мазон шахалну, о шоумер лими шахалну, мишело. Любой, кто меняет как-то и делает по-другому нусах, все делается, это все неправильно. О шоумер бимаком, уфтуво, умитуво, вместо бет, беттуво. Он говорит метуво, из того, что, из его благодати. Это считается, как бы уменьшает тогда благодать Всевышнего. Это неправильный нусах. Обим ком хаину, о мер хаим. Есть разные объяснения, почему гимурр говорит, что все это неправильно. Что именно плохо сказать хаим по сравнению с хаину. Мы не будем сейчас в это во все вдаваться. В любом случае, это все неправильные нусахи. Харей забу. Это необразованный человек, который такой зимун делает. Кышаэма сара. Киван шамаскира ташэм, ехоль ломар не варах элы кейну аля мазон шахал на мишелону. Вот аля мазон как раз говорит, можно сказать, если их 10. Почему именно, когда 10? Потому что, если трое, он сказал амазон, то выглядит, как будто он благодарит хозяина, а не Всевышнего. А вот если их 10, то он упоминает мифура, что Всевышнего он благодарит. Поэтому понятно, что дальше он скажет аля мазон, понятно, что имеется в виду не хозяин, а Всевышний. Если они забыли, думали, что их нет 10, или забыли, что когда 10 нужно элы кейну говорить, и просто сказали, не варах шахал на мишелону, а ответили, барух шахал на мишелону, то после факта, все, они уже такой зимун сделали, значит, сделали не полный зимун, не лучший вариант, но в Деве это засчиталось, уже невозможно другой зимун теперь делать. Если они еще не успели ответить на него, пусть он теперь поменяет и справит. То есть, если он сказал не вар шахал на мишелону, то тут же сообразил, что неправильно сказал, скажет, не варах элы кейну шахал на мишелону. Окей, посмотрим бархейтеф. Не варах, катуба зор, шайомир хавлан у не варах, киколь милый дегдуша бай хазмана, говорит, что по зухару нужно сначала приготовиться к зимуну, не просто начинать с бухты-барахты. Сказать, дай нам, видимо, стаканами начнем, давайте приготовиться и начнем делать зимуну. Поэтому, говорит, обычно наидишь, говорят, работейну, давайте бенчать, благодарить Благославия Всевышнего. Сегодня в Израиле, где идешь, не так уж популярно, да и в Америке сегодня не все знают, видишь, чаще говорят, работай не варах. Но во многих нусахах, во многих седурах пашкенадских напечатан и вот этот вариант тоже, мир велен бенчен. Нусах биркат амазон хакацар. Теперь он приводит, что есть какой-то нусах короткого бирката амазона. Какой-то раввин на втали придумал этот нусах и какие-то к долям с ним согласились. Короткий нусах для особых случаев. Броха решона, кулаки текуна. Первый Броха делает полностью. Сокращает вторую Броху в основном, чтобы упомянуть самое главное. Землю и Брит, и Тора. И потом Теперь третья Броха такая. Я не знаю, почему он добавил какие-то лишние слова. в смысле, что я понимаю, что он вычеркивает какие-то слова, чтобы сделать короче этот нусах. Но зачем добавляется, например, двойным образом нас утешь. Это, видимо, основано на стихе, я думаю, Ишияху, когда говорится, что еврейский народ был ударен дважды за его грехи. То есть уже достаточно перетерпел. Так теперь, соответственно, мы, что ли, ожидаем двойное утешение. Во-первых, «Осе шалом» непонятно, зачем добавляется, что это точно не часть Биркат Амазон, главное, и уж лучше более полный нусах сказать Биркат Амазон, и не говорить «Арахаманы» и «Осе шалом», чем говорить эти «Арахаманы». В общем, мне это, ну, закажется странным. Тем более, можно просто закончить четыре брехи, то, что я уже сказал, что если очень человек торопится, очень сложно сказать «Виркат Амазон», или там для женщин иногда, или еще какие-то варианты особые, или детей, когда учат, может быть, стоит тогда сказать просто первые четыре брехи до «Али Хасрейну» и не говорить «Арахаман». Вот. Мне кажется вообще странным, что он придумал свой нусах, который не такой уж и короткий. Так уже с тем же успехом он мог бы просто нусах Рамбама, например, сказать людям, говорить. Нусах Рамбама довольно короткий брехат Амазона, и может быть, не намного больше слов, чем тот нусах, который он придумал. тогда будет один из аутентичных старых нусахов, чем свой придумывать. Если уж свой придумывать, то можно было бы гораздо короче сделать. То есть первая бреха тогда будет вообще сокращена до минимума, как мы видим из гемора. И Шухонарх уже это упоминал, что если просто сказать Всевышнему, «Благодарю тебя за хлеб, был Сен-то Всевышний, Владыка Вселенной, который дал нам хлеб, был Сен-то Всевышний, Хазан-э-таколь». Это минимум, говорится, как Беньямин Рая, какой-то Беньямин Пастуха, это гемора засчитается как первая бреха. Вторую бреху нужно действительно сказать что-то похожее на то, что он написал здесь. То есть придется напоминуть как минимум Брит, Тора и, конечно, землю Израиля. И, наконец, третья бреха. Вот он что-то добавил. Мне кажется, что достаточно просто упомянуть Иерусалим и Малхубе-Давид. И можно это еще короче тогда сделать. Но это все варианты, когда человека действительно мамыш нету времени даже сказать одну-две минуты Беркат Амазон. Потому что если не говорить Арахаман и не читать начальные, там, самые всевозможные, да, Шир Амалу и там подобное, если просто читать только сам Беркат Амазон, то он не занимает больше минуты-двух. Да, он намного меньше Шмонесра, скажем. Поэтому я не представляю своей ситуации, что человек не может произнести даже такую маленькую, короткую Беркат Амазон, что ему приходится этот какой-то странный нузов, который никто не помнит и в обычных сезонах не напечатан произносить. Хаину Виану Субим Яну Амен Кан. Да, он считает, что когда отвечает сам Мизамен еще раз Барух Шахану Мишелов того Хаину, то они должны ответить Амен на него. Кажется, не все с этим согласны. Вроде обычай не у всех такой. Барух Ата Ашем Машма Медеврей Хамах Мехабер Шейн Ламар Барух Ху Убарух Шимо Да, выглядит, что Барух Убарух Шимо здесь не говорят. Викен Катав Матэ Моша Би Шем Рашаль Викен Катав Абах Литав Каби Юд Шем Аскерима Шем только если есть 10 и все равно упоминает имя Всевышнего Умер Барух Убарух Шимо Вилобиш Лоша Если трое, только то нечего говорить Барух Убарух Шимо Абах Барух Убарух Шем Рашаль Сегодня не везде Минхак такой. А вальбия хипши, да шло йомерак матхил баруху Атаашем. Да ясно, что если нет Умзимона, то никакой баруху Брушимо здесь не нужно перед Перкатом Азон. Ни варех. Смотри, говорит, что написал Хилхат Ктанот, видимо. Имагин Абрам. Бесара. Та хамизамен уло из киры лакейнови, а у ним из киро, он не хуарихареем. Ума скира лакейнови дай бюзе, шеквар из киру кулам. Видите, вариант еще такой может быть. Он обсуждал в Шуханарах вариант, когда ни мизамен, ни отвечающие не вспомнили сказать имя Всевышнего. Но, допустим, он забыл сказать имя Всевышнего, сказал просто не варех шахану мишло. Но они таки ответили баруху Элакейну шахану мишло в ту вахаину. То пусть, говорит, тоже с ними ответит, так же за ними, и это достаточно. А Дершу здесь приводит еще вот такой случай. Допустим, часть ответили на Зимун, который был без имени Всевышнего, а часть промолчали. Да, что тогда теперь делать? Он говорит, что Шар Ичуба привел, что есть диспут между Паним Мейрод и Илья Ураба. Можно ли включить тех, кто уже ответили, чтобы снова сделать Зимун для тех, кто не ответил, уже с именем Всевышнего. И говорит, что Раби Исро Яков Фишер считает, что если тех, кого не ответили, нету десятерых среди них, то они не могут сами сделать Зимун с теми, кто уже ответил. Тех, кто ответил, в любом случае, если даже они не сказали имя Всевышнего, но они какой-то Зимун сделали, и поэтому они уже йодцы. Поэтому их включить невозможно, по его мнению. Только если есть десять, которые не ответили на Зимун без имени Всевышнего, тогда они могут снова сделать Зимун между собой, уже с именем Всевышнего. Интересно, почему не дают такой совет, что кто-то из людей, которые поняли, что Зимун был сделан неправильно, что Мезамин не сказал имя Всевышнего, сразу его поправят. Можно ли вместо того, чтобы не дать никому отвечать, а сразу же сказать громко, что Неварахел и Кейну, и тогда он сообразит и сделает правильно Зимун? Казалось бы, самое лучшее это именно вмешаться, пока еще не успел никто ответить на Зимун без имени Всевышнего. Но если есть десять человек, и сделали Зимун неправильно, то тогда сразу же, если кто-то понял это, сразу же поправить Мезамина. Так же, как, например, Хазан, при повторении Шмонессы, что-то говорит не так, его поправляют, как правило, кто-то из общины сразу же. Казалось бы, здесь логика такая же, но не знаю. И на этом мы закончим наш урок. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!